Очередное мероприятие, которое посвящено разработке перспективного развития, устойчивого развития. Каламбур, но это хороший каламбур. Засчет слова развития много разных коннотаций. Тут нужно будет забраться и найти научную основу. Меня зовут Сергей Владимирович Николаев. Я представляю интеллектуальное партнерство по развитию интеграции общества. Это некоммерческое интеллектуальное партнерство, занимающимся прорывными инновациями в техносфере, экономикой, социуме и прочих отраслях жизни. 28 июня мы привели мероприятие, которое называлось «Устойчивое развитие. Научные подходы». Дело в том, что 28 июня в истории – это день начала и конца Первой мировой войны. То есть в этот день, она была инициирована, в этот день она была закончена через 5 лет. То есть это был исторический день, казалось бы, незамысловатый, но тем не менее прошли глобальные и пахарные события. Тот памятный день. В тот же день мы привели мероприятие, где была инициирована идея создания научного консорциума. Что такое научный консорциум? Это объединение научных школ, Российской Федерации, занимающихся разработкой тем устойчивого развития. То есть именно научными основами, которые можно положить в основу новых подходов. А зачем нужны новые подходы? Как было выяснено, что 28 числа из докладов представителей Российской инженерной академии, остатков Международной школы устойчивого развития города Дневна, прочих представителей научных подходов и школ, что устойчивое развитие концепции ООН, напомню, что это триединство экологии, экономики и социума, как выясняется, имеет существенные, скажем так, недочеты. Например, блок экологии, он гипертрофированно расширен. Блок экономики, он, соответственно, не предполагает смены тупиковой экономической модели. Значит, нет блока техносфера, хотя техносфера это промышленный скелет инфраструктуры существующего мира. Он не является субъектом рассмотрения в концепции редакции ООН. Я вот предложил, например, от себя, как представитель природных технологий, предложил внести концепт информационной сферы, то есть опережающим пунктом ввести искусственный интеллект как потенциального носителя субъектности человеческих взаимоотношений, например. Ну и так дальше. Итак, мы начинаем эту проработку после первого проведенного мероприятия. Долгая начальность, это важные моменты. После первого мероприятия на нас вышли представители академических кругов Украины, ветеринарно-политическое разногласие, первое, второе. Анализ своего существующего уровня знакомых выявил, что некоторые советники губернаторов действующих используют принцип устойчивого развития в региональной муниципальной политике. Я пока не очень понимаю, что они называют устойчивым развитием. Как мы выяснили, развитие имеет разные коннотации. Тем не менее, их практика, методологические подходы мы тоже будем выяснять и смотреть. Возможно, они дадут общую картину более правильного понимания устойчивого развития. Вот такая вот история. Сегодняшнее мероприятие является очередным этой серией научного консорциума. Призываем новых представителей научных школ. Это могут быть не только ученые, но и эксперты, самолучки такие тоже есть. И Рвали сегодня тоже. Но я их пока отсекаю, потому что мне очень важно сохранить научность. Научность мы будем держать в следующем формате. Это не сухой академизм. Мол, если ты не академик, даже не подходи. Но это не информационная свалка, приходит неведомо кто и начинает излагать миллион своих технических идей. Нет. Давайте держать в рамку научность следующим образом. Научный подход, научная логика. То есть предполагая подходи эдуктивные. От общего к частному. То есть общие подходы. Сегодня мы раскладываем системные требования к устойчивому развитию. Собственно, ради всего. Вся эта, так сказать, сестопляска. Вообще-то, да? Значит, вот сегодня тема рассмотрения такова. А дальше будем сужать, выходить на обзори проработки и сопоставления методологий. А дальше будем выходить на инструментальную политику. На другую субъекту приложению, собственно говоря, политики реализации устойчивого развития. То есть будем, так сказать, развиваться в этой вот логике. Дальше во время своего выступления я представлю свой подход, как я бы предлагал разделение на методологическую составляющую, огласить свою базовую методологию, огласить свой, так сказать, свой базовый глоссарий. Для того, чтобы мы понимали единый контекст, так сказать, всего выступления научного, так сказать, доклада. Организационными партнерами является в данном случае, это, значит, помимо устроителей, интеллектуальных партнерств подойдут интеграцию общества. Члены, так сказать, комиссии по изучению наследия Моисеева от РАН должны были подойти, но не смогли подойти. Возможно, что на этой структуре мы будем создавать, в общем-то, базовые такие вот документы по созданию консорциума. Также трансдисциплинарная общественно-научная трибуна единения является организационным партнером данного мероприятия. То есть именно общественно-экспертная площадка позволяет, во-первых, собирать односторонные экспертные научные мнения разработки, а также доносить в научные, в экспертные, так сказать, позиции до власти. Поскольку в текущем момент времени власть, к сожалению, в России, да и в мире, учеными пренебрегает, совершенно напрасно на самом деле. Кроме того, у нас поддерживает агентство статистических инициатив, которое, так сказать, помогло в проведении мероприятия. Это тоже немаловажный фактор, я считаю. В общем-то, вот в такой вот компании мы будем стараться реализовывать, создавать подходы по устойчивому развитию. Сейчас я предлагаю выступить одному из наших, так сказать, вводных докладов, с точки зрения которого еще не случалось. Не то, чтобы, так сказать, в России публично, но и на нашем мероприятии. Потом сделать вставочный доклад два основных спикера, значит, по тематике заявленной, то есть системе требований к устойчивому развитию. Ради чего и зачем. А после окончания, так сказать, базовых докладов, мы приступим к, так сказать, широкому обсуждению в формате круглого стола, обмен репликами, чтобы можно было обсудить, значит, уже с позиции, ну, всестороннего такого многоголосового, многопакторного анализа предложенной тематики. Продолжение следует...